В принципе, мост в этом месте существовал еще с дореволюционных времен. Это были разные путепроводы в разные эпохи. Впервые мост появился здесь еще на заре 20 века, когда началось строительство Алтайской железной дороги в 1913-1914 годах. Здесь, в этих местах, дорогу пересекал так называемый Томско-Московский тракт. Это главная гужевая магистраль, по ней серебро возили, а потом просто грузы возили уже. Вот когда строили Алтайскую железную дорогу, это вот линия от Новосибирска через Барнаул на Семипалатинск, сделали выемку. У нас же, получается, правый берег Аби он низкий, а левый берег высокий. И железная дорога с низкого на высокий берег, она же не может вот так вот подниматься. Это же продольный уклон слишком большой. Это машина может, а пояс нет. Поэтому нашли специальное место, где в левом берегу был хоть какой-то овраг. Его углубили примерно до уровня правого берега. Раз появилась выемка, нужен путепровод. Вскоре здесь построили железобетонный мост. Вот только передвигаться на нем можно было только на гужевой повозке. Так продолжалось несколько десятилетий. Но в конце 40-х в Барнауле начали строить трамвайные пути. К новым вызовам этот мост был не готов. По нему лишь проложили техническую ветку, пассажиров здесь не возили. Зато на новом рынке и на доме быта обустроили разворотные кольца. Трамвай довели до сюда, до нового рынка. И дальше он должен был идти к заводам, к меланжевому комбинату. То, что мы сейчас видим, это воспроизведение ситуации конца 40-х годов. И все же новое время требовало соединить две части города, чтобы горожане могли ездить на машинах. В начале 60-х годов на новом рынке начали строить автомобильный мост, который был приспособлен уже и под трамваи, и под троллейбусы. Именно этот мост недавно и демонтировали. Путепровод прослужил порядка 60 лет. И в 21 век уже не вписывался. К тому же мост пришел в аварийное состояние. А сегодня здесь строят новую историю, которая уже станет отражением современного ритма жизни. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.